Если собрались копать пруд, то только с Божьей помощью. Ага. Точно. С маминой помощью. Ну это слова-синонимы. Не так часто такие проекты встречаются, но мы вот попали в этот небольшой процент людей, которые решили что-то придумать такое интересненькое. Не просто сделать небольшую ямку и уложить ее пленкой, а сделать что-то более интересное, такое более сложное. И получается действительно сложно. Но я хочу начать этот ролик с очень интересной и радостной новостью, лично для меня и нашей семьи. Она еще и неожиданная получилась, потому что мы вдруг обнаружили, что та яма, о которой я рассказывал в прошлом видео про пруд, она наполнена водой. У нас из пруда вода ушла из общей части, а из главной ямы вода не ушла, она все-таки осталась. И по всей видимости это связано с тем, что я в последний день я взял и попробовал проклеить пленку не клеем, а утюгом. Просто я прогрел, это было очень интересно, но мне показалось, что я все-таки не сделал, потому что там были сложности некоторые, потому что в тех местах, где вода прошла, я когда прогреваю утюгом, он расплавляет пленку, ее хорошо друг к другу прижимают, я прям проклеиваю, буквально соединяю две части расплавившиеся. Но так как там вода под пленкой, там мокрая, тут не получается, вода все равно выходит, испаряется и остаются небольшие отверстия. Но я там как смог делал все-таки, и многие щели я заделал. И как оказалось, потом вдруг неожиданно, что вода не уходит. Так что минус одна проблема, я надеюсь. Но она довольно большая, это серьезная проблема. И уже все-таки весной, сейчас это бессмысленно за этим заниматься, еще и холодно, мы уже продолжим. Все найдем щели, может быть я утюгом пройду вообще все стыки и все хорошенько прогрею утюгом. И там уже будет видно. Я рассказывал, что мы совершили кучу ошибок, но вот потихонечку они и справляются, даже неожиданно для нас.